Здравствуйте! Программа новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня в выпуске. Дома образцового капремонта. Депутаты оценили благоустройство Ивантеевки. Праздник непослушания. Как родители настраивают Ивантеевских первоклассников перед первым сентября. Редкие фото и эксклюзивные истории. Вышла в свет новая книга Меркурия Кузнецова. Об этом и многом другом прямо сейчас. Комфортная городская среда. Одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед руководством областных городов. Ухоженные дворы, отремонтированные дома и подъезды. Все это должно быть исполнено на высоком уровне. Как продвигается работа в этом направлении в Ивантеевке, оценили депутаты городского округа Пушкинский. Дома образцового капремонта. Несколько пятиэтажек по Советскому проспекту этим летом заметно обновили. Подрядчик отремонтировал мягкую кровлю, заменил входные группы, привел в порядок балконные плиты. Сейчас в одном из домов продолжают ремонтировать фасад здания. Качество работ в домах 13 и 15 по Советскому проспекту сегодня проверяют депутаты городского округа Пушкинский. Ремонт фасада еще в процессе управляющей компании, пока его не сдавали. В процессе ремонта осуществляем надзор за проводимыми работами. Параллельно с капремонтом на прилегающей к домам территории провели комплексное благоустройство. Работы затронули также дворы по задорожной 12, Советскому проспекту 10, дробь 11, 13 и 13А. Здесь заасфальтировали проезжую часть и тротуары. Появились новые парковочные места. Во время осмотра депутаты рекомендуют синхронизировать работы по всем направлениям, то есть приводить в порядок городские дворы, фасады зданий и подъезды единовременно. Все это входит в госпрограмму формирования комфортной городской среды. Здесь на конкретном примере видим, что такое формирование комфортной городской среды. Это когда начинают подъезда, фасада, кровли, парковочное пространство, новых тротуаров, новое освещение, когда все это в комплексе. Самое главное, с учетом мнения жителей происходит в городе. Это наглядно показывает отношения администрации и как они общаются с людьми. С Максимом Валерьевичем Красноцветом не раз это обсуждалось, что все это должно делаться в комплексе. Пример качественного ремонта подъездов демонстрирует третий УРЭП. В доме 18 по Советскому проспекту заменили входные группы, обновили полы первого и второго этажей, слаботочные провода завели в кабель-каналы, отремонтировали лестницы, покрасили стены. Причем цвет управляющая компания выбирала совместно с жителями. Также здесь появились новые почтовые ящики и пластиковые окна. Объемы впечатляющие, качество абсолютно устраивает. Мы видим реакцию жителей. Я хочу сказать одно, что надеемся, что все управляющие компании в городе будут также работать, также относиться к своим жителям. Жители должны видеть, куда уходят их деньги, должны чувствовать заботу. Ну и я знаю, что администрация и наша глава города продвигает эти вопросы. Мы благодарны и управляющие, и подрядной организации, потому что после совершения ремонта в подъездах были отдельные замечания мелкие. Мы это озвучили. Подрядная организация это учла и устранила все недостатки. Все запланированные работы по ремонту подъездов третий УРЭП завершил. Впереди приемка госжилинспекцией. У нас было запланировано 35 подъездов, 11 по софинансированию, остальные так по чисто косметической работе. Но все равно придерживаются той же программы почти как и по софинансированию. Программа губернатора по софинансированию ремонта подъездов позволяет управляющей компании вернуть часть средств, но не более 47,5%. В методическом указании от правительства Подмосковья указаны виды работ, которые могут проводиться в рамках программы. И уже сами жители определяют, какие же работы необходимы в первую очередь. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ. И еще один из дворов, где в этом году проводится комплексное благоустройство у дома 46 по улице Хлебозаводской. Все работы проводятся строго в соответствии с пожеланиями жителей, одним из которых было расширение проезжей части до 4,5 метров. Теперь здесь могут разъехаться два автомобиля. Также жители просили организовать дополнительные парковочные места за домом. В рамках благоустройства во дворе планируют разместить и современную детскую площадку. Мы одна команда. Андрей Воробьев встретился с активными жителями подмосковных городов. Обсудили вопросы, которые беспокоят жители и уточнили, чувствуют ли люди перемены. Все поручения, что были даны в ходе встреч, зафиксированы и будут исполнены. Асфальтирование дорог, строительство школ, парков, детских поликлиник и не только. Вопросы, которые Андрей Воробьев обсуждает с активными жителями из северных и северо-западных районов Подмосковья. Встречи с губернатором проходят на отдельных площадках. Например, это состоялось на пляже у Волги в Дубне. Как набережная, которую мы сделали. Там она работает, она живет, дышит. Набережная шикарная. Это вообще центр протяжения горожан в самом разном возрасте. И молодежь, и дети, и многодетные мамы. Огромное спасибо. Очень довольны. То есть это пространство работает, да? Работает. Также губернатор встретился с активистами и других городских округов. Например, Электросталь, Павловский посад, Электрогорск. А с жителями дальнего Подмосковья Андрей Воробьев пообщался уже в Серебряных прудах. Обсудили, в частности, и ремонт школ. Буквально в августе месяце планируется еще одно большое мероприятие с нашим президентом. И там обсуждается как раз большая, более расширенная программа капитального ремонта школ. И, конечно, спасибо, что вы эту тему поднимаете. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. И вопрос, когда? В этом году это или в следующем? В следующем году, Андрей. Ну, проектно-смертное есть, да? Да, есть. Поставим в школу и спасибо вам за вопросы. На одной из встреч прозвучали вопросы от активистов городского округа Пушкинский. Жители отметили улучшение качества водоснабжения. Андрей Воробьев отметил, что в программу реконструкции необходимо включить еще шесть водозаборных узлов. Также к губернатору обратились просьбы о строительстве новой детской поликлиники. Иван Чинаев, Анна Белова, ИТВ. О патриотизме и великих полководцах. В основном от тех, которые были удостоены Ордена Победы. Материал собирал по крупицам. В том числе в личных беседах с потомками героев. Многих из которых Меркурий Федорович знает лично. Во-первых, я 28 лет отслужил в вооруженных силах. Во-вторых, получилось так, что знаком с внуком маршала Рокоссовского, знаком с внуком маршала Говорова, знаком с дочерью Натальей Ивановной, маршала Конева. А маршал Конев мой земляк. И захотелось рассказать молодому поколению о том, как ковалась победа, кто стоял во главе ее. А родилась задумка еще пять лет назад с организацией и проведения книжной выставки «Отчизны верные сыны». Тогда Меркурий Кузнецов с женой собрали более 200 книг, многих из которых нет ни в библиотеках, ни в книжных магазинах. Книжная выставка имела огромный успех. Ее посетили более 700 человек. Затем в Ивантеевке прошла встреча с младшей дочерью маршала Жукова, Марией Георгиевной. С Меркурием Федоровичем они знакомы более 20 лет. Тогда же возникла идея провести фотовыставку, на которой собрали редкие фото Жукова. Подбирала их дочка маршала. Первая прошла в Ивантеевке, а затем в Мурманской области, в Белоруссии и так далее. Набрались истории, которыми хотелось делиться дальше. Сначала в пульсе Ивантеевки, а затем собрать из них книгу. Каждый рассказ – это материал, который нужно пропустить через сердце. Выдать, написать так, чтобы после этого ни о чем не думать. Вот это, если удается, значит, получается хороший рассказ. Конечно, хочется, чтобы о наших героях знали не только ивантеевцы, но, как говорится, более широкий круг людей. Пять лет назад вышла первая книга Кузнецова «Уходят годы в бесконечность», в которой есть рассказы, посвященные Ивантеевцам, участникам войны. Он является постоянным автором журнала «Берег России», где публикует исторические очерки. Новая книга вышла в издательстве «Красная звезда» тиражом 500 экземпляров. Она уже разошлась по городам. 60 книг ушло на Дальний Восток. Более полусотни взяли на реализацию московские музеи. Есть такое выражение, что каждый молодой человек носит в ранце маршальский жест. Это не обязательно быть маршалом, это не обязательно быть президентом. Это нужно быть хорошим, порядочным человеком, знающим свою специальность. Авторские экземпляры достанутся воспитанникам Ивантеевского клуба моряков. Книга будет представлена и на открытых уроках в школах Ивантеевки. На днях издания также презентуют и на международном форуме «Армия-2021». Первоклассный праздник организовала для своих подопечных автономная организация поддержки материнства и детства «Мы – одна семья». На него пригласили детей, которые в этом году только пойдут в школу. Праздник непослушания начинается. Можно все – прыгать, устраивать гонки, стрелять из игровых автоматов. Перед началом нового учебного года «Анна – мы – одна семья» приготовила подарок своим подопечным, которые в этом году идут в первый класс. Они готовы и знают, что их ждет в школе. Я умею читать, я знаю буквы. Там учатся, и я думаю, там математика, там все интересно. Примеры решать будем еще. Учиться читать, хотя я уже и так умею читать. Это тебе. Это тебе. Каждому первокласснику вручают подарочные наборы. Внутри – тетрадки, альбом, ручки, краски и так далее. Все, без чего в школьной жизни не обойтись. Волнуюсь. У меня идет второй сын в первый класс, и зовут его Степан. Это какой-то новый этап, где-то что-то новое, интересное, неизведанное. Мы готовились как? Мы готовились к канцелярии, мы одевались, а так как мы готовились? Ну, подготовку ходили, а так мы уже готовы. В среде идет девочка, первый класс, конечно, очень приятно девочку наряжать в первый класс. Очень много разнообразия, в отличие от мальчиков, да, и платьюшки, и брючки, и блузочки, и рубашечки. И спасибо организации «Мы одна семья» за то, что провела для нас такой замечательный праздник, за замечательные подарки, там все самое необходимое для первоклассников. В этом году в общественной организации, объединяющей многодетные семьи Ивандеевки, 56 первоклассников. А четыре года назад, когда акция только начиналась, их было всего 17. За это время увеличилось количество семей, которые входят в организацию. На сегодня их почти 500. Первоклассникам, конечно же, успехов, удачи в учебе. В первом классе оценки не ставят, но все равно много-много пятерок. Родителям терпение, потому что, ну, конечно, будут трудности, будут сложности в школе. Все преодолимо, все будет обязательно хорошо. С началом учебного года праздники не закончатся. В организации многодетных семей уже начали подготовку к концерту, посвященному Дню Матери. Анна Пыльцин, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 20 августа, будет солнечно и ясно. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью столбик термометра опустится до плюс 17. Ночью возможен кратковременный дождь. И на этом у меня все новости на сегодня. Я, Екатерина Дубровина, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова